Театральная площадь в Сочи сегодня превратилась в театральные подмостки. Здесь для приглашенных ветеранов и обычных прохожих развернули костюмированное представление со спецэффектами. В мини-спектакле и мирное время, и ожесточенные боевые действия. Война окончена. Над Рейхстагом развивается Красное Знамя. Вся страна празднует Великую Победу. Для большинства это просто театральная зарисовка. Для ветеранов Великой Отечественной – реальные воспоминания о самых страшных событиях, которые им пришлось пережить. Мы бы когда пошли в наступление, у нас было в роте 120 человек, а за два дня осталось 18 человек. Понимаете? И вот вспоминаешь одного, другого. Просто, знаете, слезы на глазах появляются. Брал Будапешт. Очень тяжелые бои. Имею медаль и орден. Бою получил этот орден Красной Знамя за взятие Будапешта. Войну закончил в Австрии. Был тяжело контужен, обморожен. Правда, легкий ранее и живой. После зрителей ждали уже в холле Зимнего театра. Здесь была развернута инсталляция на военную тему. Застывшие фигуры, как картинки из будней Великой Отечественной. Вот военный штаб. А это медсестры спасают жизнь солдату. Рядом военные в окопе. Здесь же связисты. А это знаменитые на весь мир девять строк о смерти. Не твердой детской рукой их написала Таня Савичева, автор блокадного дневника, в котором одна за одной появлялись записи о смерти ее близких, до тех пор, пока Таня не осталась одна. Это лишь одна из сотен таких историй, которые невозможно забыть, которые нужно помнить. Победа! Победа! А уже на сцене Зимнего театра звучали песни о Великой Победе. В мелодиях и танцах – радость и счастье. В словах – благодарность за подвиг ветеранов, тружеников тыла, военных врачей и медсестер, блокадников, всех тех, кто подарил мир на земле. Хочу выразить ветеранам огромную благодарность. Мы в неоплатном долгу перед вами, перед живыми и павшими. Ваш подвиг бессмертен. Вашему героизму нет забвения. С праздником вас, дорогие! С Днем Победы! Поздравлять тех, чьими руками на полях сражений и в тылу ковалась победа, в Сочи будут все ближайшие дни, вплоть до 9 мая. На среду в городе запланирован целый ряд массовых мероприятий. Основные из них – это памятный митинг на мемориале в завокзальном районе и уже полюбившиеся россиянами по всему миру акция «Бессмертный полк». Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.